60 стран, более 3000 делегатов, и все они едут в Ялту на экономический форум. Обсудят сельское хозяйство, строительство, цифровую экономику, а еще речь пойдет о развитии экономики в Сирии. В аэропорту делегацию Арабской Республики встречал Павел Мельник. В истории российского Крыма такое впервые делегация из Сирии с рабочим визитом на полуострове. Политики, бизнесмены, все, кто определяет стратегическую повестку Арабской Республики, в поисках новых партнеров на берегу Черного моря. Впереди насыщенный бизнес-уикенд. Ялтинский международный экономический форум собирает друзей. Своё участие подтвердили уже 70 государств со всей планеты. Для Сирии, чья экономика пытается оправиться от мощного пресса Запада, площадка в Крыму теперь одна из немногих возможностей набрать рост. На протяжении последних 7 лет народ и армия из Сирии вели героическую войну с терроризмом. И нашим товарищем в этой борьбе была Российская Федерация. На данном этапе первоочередной задачи мы видим развитие торгово-экономических отношений. Это касается и увеличения объема товарооборота, и повышения объема инвестиций. И четвертый Ялтинский экономический форум – отличная возможность наладить новые деловые контакты. Едва сошли с трапа самолета, и вот они, первые бизнес-идеи. Революционный, футуристичный аэропорт Симферополя. В такие проекты инвестировать выгодно. С момента подписания инвестсоглашения до прилета первых пассажиров всего два года. Власти не затягивали бизнес-проект, а способствовали его реализации. Эффективный пример того, как деньги бюджетные могут работать вместе с капиталами частными. Внушительная проходимость, а это более пяти миллионов пассажиров каждый год, гарантирует скорую окупаемость. Двери открываются, а вместе с ними и новая эра транспортных технологий для Крыма. Модернизированный аэропорт Симферополя встречает первых гостей. Визитная карточка всего полуострова. Здесь с ним начинают знакомство, отсюда улетают с багажом впечатлений. Дети президента Башара Асада впечатлений на море уже набрались. Несколько недель на базе лагеря Артек пролетели незаметно. Теперь очередь взрослых. Сирийская делегация рассчитывает улететь из Крыма с багажом конкретных экономических решений. Например, как инвестировать в международные проекты, если весь сирийский бизнес под санкциями. На полях форума в Ялте решения будут искать все вместе. Им может стать криптовалютная биржа, перспективное, но пока недооцененное явление современности. Павел Мельник, Александр Сафонов, Михаил Басов и Александр Мехур. Вести из Симферополя.